Дорогие люди и большинство невротиков меняют один невротические отношения на другие, и у них все время одна и та же мысль в голове, что сейчас у меня неудачные были отношения, но это из-за партнеры, конечно, а следующие вообще будут другие. Так многие пережениваются по 10 раз, не понимая, что они ищут на самом деле одно и то же. В чем проблема этих отношений невротических? Первое, это зависимость, то есть люди, которые находятся в них отношениях, они попадают в зависимость от другого человека. И даже не от самого человека, а тут мы переходим ко второй проблеме, от этих эмоций, которые он дает, от того, что здесь ты можешь чувствовать себя жертвой, ты можешь страдать, ты можешь ревновать, у тебя может вовсю расцвести паранойя, ты будешь залезать в телефоны, в компьютеры, ты будешь вздрагивать при телефонных звонках и спрашивать, кто звонил. Вот эта ревность совершенно необузданная. Ну, там можно долго говорить, что такое невротические отношения и какие эмоции они вызывают у человека. Вот за это все невротики любят своих партнеров, за тот букет, который они им дарят. Вы можете спросить, а как другие живут? И вообще, любовь не является вообще всегда болезнью, при том в плохом смысле этого слова, не в хорошем. Нет, не является всегда болезнью, и здоровые люди получают удовольствие от отношений, радость от отношений. Наша тема сегодняшняя – это выйти, это выход из невротических отношений, это самое сложное. Как войти в эти отношения проблемы не составляет, только давай. Невротик, знаете, говорит, этот дурак-дурака видит издалека. Невротики в секунду считывают друг друга. Вот где-то в гостях, у друзей, я не знаю, в компании, прямо вот смотрит девочка на мальчика и прямо чувствует мое. И находит она вот те самые эмоции, о которых я и говорю, невротические эмоции. И за это как бы и любит его. Вот это вот невротическое любовью, которое является страданием. Сразу, что мы к этой теме больше не возвращались, хочу сказать. Водораздел между здоровыми и нездоровыми отношениями в том, что здоровые отношения – это всегда радость. Это всегда удовольствие от отношений. И, кстати, это люди еще и растут. То есть отношения, они им что-то добавляют в жизни. Они заботятся друг о друге. Они становятся лучше, они становятся добрее, они становятся внимательнее. Они становятся интереснее, ну, сами по себе и друг другу. Это все про здоровые отношения. Но как только человек начинает страдать, как только он начинает скучать, переживать, ревновать и так далее, вот там уже, так сказать, область этих отношений невротических. Татьяна, как понять, невротик я или нет? Если да, то как у меня это проявляется? А какие они нормальные, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной? Ну, я как бы предотвещая вопрос, Татьяна частично ответил. Вы невротик или нет, я не знаю. Я вас не видел, Татьяна, не могу сказать заочно. А гармоничные отношения, вы же сами говорите, какие они гармоничные отношения. Они гармоничные. Разве невротики, когда находятся в отношениях друг с другом, они не счастливые люди? Ну, вряд ли бы, если бы они были бы несчастливы, они не были бы. Хорошо, да, с этим подняла их трагедия в том, что они никогда не бывают счастливы. Это и есть их драма. Они никогда не бывают счастливы. Прямо с момента знакомства. Их счастье заключается в том, что они, наконец, как наркоманы, дорвались до своей дозы. То есть они видят, что этот человек может им это дать. А дальше начинаются обиды. Когда им быть счастливыми? Дальше начинается ревность. Дальше начинается выяснение отношений. Ощущение, там, он не обращает на меня внимания. Она со мной очень холодна. И так далее. Вот это счастье, что ли. Что-то может быть счастливым в невротических отношениях. Но это же какое-то переживание за человека, который находится рядом с тобой. На себя в основном. Но мы же всегда переживаем из-за близких, из-за родных. То есть получается, что... Ира, это меня пугает. Невротические отношения не только между мужчиной и женщиной. Ира, ты пытался не переживать за близких и родных. Естественно, все нормально. Не пыталась? Нет, это другой вопрос. Если с ними нормально, мне нету повода переживать. Стоп, конечно. Когда есть адекватная ситуация, переживай на здоровье. Если, не дай бог, кто-то там попал в беду, заболел, все люди переживают. Здоровый тоже переживает. Кстати, они-то реально переживают. Тоже невротики больше за себя переживают. Как я буду жить, когда его не будет? Вот то, что их интересует, а не оказание помощи. Поэтому, а переживать, как можно жить без переживания, это в отдельной передаче. Это у Карнеги Блокнига, как она называлась, как перестать, что-то такое. Татьяна Васильевича. Татьяна Васильевича. Спасибо, Володя. Лучше Карнеги и не скажешь. Поэтому, я вот по поводу Татьяны. Значит, я не знаю, как лично у Татьяны это проявляется. Дорогие, вы что думаете, что невроз – это что-то такое одно общее для всех? Там очень разнообразная картина невротического поведения. Шизоиды себя таким образом ведут. Элептоиды, другие. Параноидальные личности. Третья – есть шизоотипическое расстройство личности. Есть психопатический склад личности. Есть исторический невроз. И все эти люди, обладающими один, одним симптомами, другой, другими симптомами, конечно, себя по-разному проявляет. Давай классический пример терна. Люди с демонстративным историческим поведением, они всегда, когда конфликтуют, они всегда конфликтуют. Они орут, они скандалят. У них прямо на груди тельняжку рвут, посуду бьют. Бардабите устраивает. А есть люди, такие шизоидные типы, я бы сказал, даже более тяжелые в неврозе, которые молчат, которые объявляют бойкот и не разговаривают неделями или месяцами. Абсолютно разные проявления. Параноики, они, естественно, лезут во все гаджеты смотреть, кто написал, с кем моя жена переписывается, с кем у нее роман. Я уже заранее знаю, что она мне изменила. Не то, что нужно, это подтверждение. А то, что изменил, я это уже даже пережил. Мне нужно только доказательства. Я сто процентов в этом уверен. Только найти его, где они об этом говорят. И все. Но он даже если узнает, я так понимаю, невротик, там, об изменении, предположим. Он будет сейчас, и пускай, ну я же говорил. Да, но он не уйдет при этом. Ну, а куда уходить? Он будет, видимо, наслаждаться этим. Ты знаешь, какое дело? Он может уйти, если его обида переклинит. То есть, его, как говорят, психологи-раздражитель окажется больше, чем его психические возможности. Вот это не переварит. Потому что люди же не плоские, да, у них не то, что один симптом, и дальше там выжженное поле. У них очень много таких эмоциональных проблем. И, например, если мужчина не может совладать с собой, то есть, он не может пережить измену жены, женщина, которая знает, знаешь, более лояльно относится к мужским изменам. Но, видимо, разные ценности, разные темпераменты, и еще много что разного. И мужчина не может пережить этого. То есть, для него это еще и унижение его самого. То есть, жена не просто с кем-то переспала, а тот мужчина, с кем она переспала, в его понимании его еще опустил, таким образом, понимаешь? И он может с этим не справиться. И он не будет тогда снижить. Но что он будет делать дальше? Он найдет себе другую. Он всю дорогу будет говорить, что все они проститутки. И хороших не бывает. И дойдет себе хорошую. И первое, что с ним произойдет, он опять начнет смотреть. А с кем она встречалась? А еще она пришла на 15 минут позже. А почему она на работе с 9 до 6, и дорогу не занимает 40 минут, а она пришла в 7.20? Вот что начнется. Поэтому он не будет необязательно сохранять отношения с той, да? Он будет искать этих эмоций опять. Ему этот героин-то адреналиновый нужен. Куда ему без него? Он будет... И тут тоже проблемы. Невротические отношения, чем еще интересны? Человек вообще ни о чем другом не думает. Вот только ему нужны эти отношения. Понимаешь, он только вот ждет, когда их нет, этих отношений, может в депрессию пасть. У него тоска начинается, потому что у него потребность в них есть, а реализовать он их не может. И он из-за этого начинает тосковать. Скучно ему становится. Он такой весь вялый становится. Тонус пониженный, да, Владимир? Ну, получается, этого человека уже нельзя исправить. Он всю жизнь таким будет. Можно, и даже нужно, конечно. Стал бы я делать передачу о том, что не лечится. Зачем людям в дронировом мотать? Конечно, можно. И не просто можно исправить, а это сделать необходимо, хотя бы для того, чтобы человек хотя бы раз в жизни был счастлив. Чтобы хотя бы раз в жизни, хотя бы на какой-то промежуток времени, был, ну, получал удовольствие от отношений. Чтобы женщина встретила мужчину, с которым она будет не плакать, а с которым она будет смеяться. Чтобы мужчина встретил женщину, которая не будет ревновать, а с которой он хотя бы какое-то время, а то, дай бог, и всю жизнь проживет счастливо. Ради этого мы эту программу делаем. Но это сложнее. Я же сказал, вход в эти отношения рубль, а выход 10. Если кому-то кажется, что можно поговорить с психологом, и будет вам счастье на следующий день, нет, потому что психолог поможет, психолог поддержит, психолог не даст как бы упасть, не даст даже в депрессию впасть. Потому что, раз уж и Владимир эту тему затронул, да, я опять немножко, может быть, впереди и паровозы бегу, но как не ответить? Мы же о выходе говорим. Вот представьте себе, что такое выход Кира. Вот у тебя вот эти болезненные отношения, ты страдаешь, тебе тяжело, но ты правильный, говоришь, а ты не как-то деться не можешь, они тебе нужны. Я вдруг, ты понимаешь, что ты не хочешь так больше жить, что ты устала от этого. И ты идешь к психологу. Вот тут начинается интересное. Психолог помогает тебе закончить эти отношения. Ты продолжаешь тосковать, ты продолжаешь думать об этом человеке 24 часа в сутки. Ты залезаешь в Facebook, в Twitter, в ВКонтакте, а особо продвинутые, даже в Однокласснике. И смотришь, что он там делает? Вот что появился у него. Ты продолжаешь этим жить, да? Ты смотришь на телефон, а вдруг он зазвонит, ты вообще спать не можешь. Но психолог помогает тебе, и постепенно его место в жизни начинает сужаться. И благодаря тому, что ты это решение приняла, а когда человек вообще пытается что-то сделать, ну, выйти вот из этих невротических отношений, то кажется, Бог ему еще и силы дает. То есть, мы действительно легче становится с каждым днем. Еще психолог помогает. И постепенно, постепенно, постепенно вся эта тоска, все это я скучаю, я без нее жить не могу. У меня сейчас товарищ сделал ремейк знаменитого фильма «С любимыми не доставайтесь». Фу, «С любимыми не расставайтесь». Вы не вели этот фильм, Володя? Это была классика 70-х годов главной роли Абдулов и Алферова. И вот, значит, я сейчас тоже плохо очень помню этот фильм. Там, и сказать, душераздирающая сцена, когда Абдулов бросил, значит, Алферова, и она лежит в больнице и кричит «Я скучаю по тебе». Прямо, и зритель прямо рыдает массово в зале, потому что многие из них тоже невротики и тоже понимают, о чем идет речь, как трудно человеку вообще с этим справиться. Так вот, психолог продолжает помогать и человек как бы выходит из этих невротических отношений. Но дальше самое интересное. И куда ему с этим счастьем дальше-то идти? У нее начинается вот это вот состояние неудовлетворенности, его эмоции не задействованы. Нету партнера, который может подарить ему это невротическое счастье. И тогда, вот то, о чем я люблю говорить, когда ты ломаешь сценарий привычный, то ты начинаешь поворачиваться к другим людям, к лицу. Почему это так важно? Потому что жить ты можешь с человеком, который не невротик. Ты можешь с человеком, который у тебя не будет невротических отношений. Знаешь, какая проблема? Ты его любить не будешь. Ты к нему будешь относиться, как к пустому месту. Он для тебя чужой. Если он не цепляет твои эмоции, понимаешь, он для тебя, но я не знаю, он не мужик. Ну, кто-то такой положительный, такой, как любят женщины, говорит, да, такой надежный, будет хорошим отцом для моих детей, обеспеченный. А организм-то требует эмоций все равно. И когда ты живешь, в общем, дерьмовой ситуации. Ты живешь с мужчиной, которого ты не любишь, и ты думаешь только о том, как бы встретить того, кого ты полюбишь. И, кстати, часть измен на этой почве происходит. Поэтому, дорогие мои, лучше выбирайте себе уж невротика, да, но живите, так сказать, своими эмоциями. Потому что это не решение проблемы. Взять себя в руки и выйти замуж, или наоборот, жениться, или вступить в отношения с партнером, который не задевает твои чувства. Какой смысл? Отношения, они же темы интересны, темы хороши, да, Владимир, согласны, что они про эмоции. А когда у тебя нет эмоций, когда живешь с какой-то функцией, которая реализует твои детские потребности в мороженом, в данном случае машина, квартира и какая-то обеспеченность. И что дальше? Организм все равно требует любви. Ну, в любом понимании здорового невротического. И ты все равно будешь думать обо это не решение проблемы. Решение проблемы свою голову перезагрузить, перестроить свою психику так, чтобы самому перестать быть невротиком. Вот эта работа очень серьезная. Вот после этого можно говорить о том, что ты можешь рассчитывать на здоровые отношения.